Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня я продолжаю разговор о ветрогенераторах винтового типа. И речь пойдет о предельной эффективности такого рода установок. Ну понятно, что такая вещь, как предельная эффективность, она устанавливается теоретически, а не экспериментально. А потом уже теоретики, экспериментаторы, инженеры стараются строить такие установки, которые будут по возможности близки по своей эффективности к этой предельной эффективности. Ну и это чем-то похоже на ситуацию с открытием Сади Карно предельного коэффициента полезного действия тепловой машины. Ну хотя возможно, что результат, касающийся ветрогов, не столь фундаментален. А результат этот был получен несколькими людьми. Первым был Фредерик Ланчестер в 1915 году, а потом к этому же результату независимо пришли Николай Егорьевич Жуковский в 1920 году и Альберт Бец тоже в 1920 году. Ну и обычно этот результат называют законом Беца. А опирались они все на модель, которая была введена раньше английским физиком Уильямом Ранкиным. И Ранкин занимался отнюдь не ветряками, а винтами кораблей. И как раз в ту эпоху, когда винтовые корабли сменяли колесные. И он разработал самую первую модель, которая вообще описывает разные пропеллеры. И модель эта, она устроена весьма своеобразно. И я думаю, что она вас сейчас удивит. А в модели Ранкина лопасти винта вообще никак не рассматриваются. И винт заменяется диском такого же диаметра. И считается, что жидкость, ну или соответственно для ветряка воздух протекает через этот диск. Понятно, что в этой модели можно получить не все, но важные соображения, касающиеся мощности, которую необходимо прикладывать к грибному ветту, или которая снимается с лопастей ветряка. Тем не менее, в этой модели очень адекватно получается. Сейчас мы посмотрим, как это делается. И вот у меня первая картинка. На ней изображен прозрачный диск площадью С. И через него течет ветровой поток со скоростью В. И спрашивается, какая масса протекает за единицу времени. Ну это произведение плотности на объем за единицу времени, то есть на площадь и на скорость. Узная массу, мы можем знать и какая энергия проносится через этот диск за единицу времени. Так сказать, мощность ветра. Значит, Q на D умножить на V квадрат пополам. Ну и мы получаем ρSV в кубе пополам. То есть энергия ветрового потока, переносимая за единицу времени, пропорциональна кубу скорости этого потока. А на второй картинке ветряк заработал и начал отнимать у воздушного потока энергию. И линии тока изменились. Здесь у меня воздух течет быстро, а раз энергия отнята, за ветряком он течет медленно. Ну и это означает, что сечения соответствующие перед ветряком у этой трубки должны быть меньше, чем сечения самого ветряка, а за ветряком наоборот больше. И при этом выполняется закон сохранения массы, он же закон непрерывности. Значит у нас вот эта Q, которая есть ρSV, она должна быть одинакова во всех сечениях. S1V1, SV, S2V2 во всех трех сечениях. И еще один момент, который здесь необходимо конечно отметить. Главная идеализация этой модели. Считается, что поток был ламинарным до диска, и он остается ламинарным после диска. Но мы-то знаем, что в реальности за диском это конечно уже не так. За диском поток турбулентный. И в этом отличие реальности от нашей идеальной модели, которую мы сейчас рассматриваем. Ну и кроме Q, кроме значит этого массового расхода, можно еще написать, какую мощность отдает воздушный поток пропеллеру. Это значит масса, умноженная на разность квадрата скорости до и квадрата скорости после. Ну и пополам еще поделить. Вот это ρSV, V1 в квадрате пополам, минус V2 в квадрате пополам. Ну двойку я общую сюда вынес. И теперь спрашивается, а чему равна вот эта скорость V, с которой воздух протекает в этой модели непосредственно через диск. Ну ясно, что она меньше, чем входная скорость и больше, чем выходная. И сейчас мы покажем, что она равна среднему арифметическому этих двух скоростей. А теперь мы мощность выразим еще одним способом. Здесь мы выражали как разность кинетических энергий, а теперь мы ее выразим как силу, с которой воздушный поток напирает на диск, умножить на скорость V, с которой он это делает. Ну а сила это через второй закон Ньютона, все та же масса за единицу времени ρSV умножить на разность скоростей. Значит у нас импульс до и импульс после, разность импульсов. Получается вот такое выражение ρSV умножить на V1 минус V2. И вот это еще скорость, которую я здесь синим написал, вот она сюда приписывается. Ну фактически здесь V квадрат образуется. И эти два выражения надо приравнять друг к другу. Ну можете на листочке это сделать, но и так видно, что получится. ρSV там и там сократится. Здесь у меня будет разность квадратов, она разложится как разность. И разность тоже сократится на сумму. Останется наверху вот это V, а внизу останется V1 плюс V2 пополам. Вот мы и получим, что скорость воздушного потока на самом диске в этой модели равна среднему арифметическому скоростей воздушного потока перед диском и за диском. Дальше я подставляю вот это V1 плюс V2 пополам формулу для мощности. И переписываю эту формулу еще одним образом. Выношу из всех этих сомножителей V1 вперед. И у меня получается ρ на S на V1 в кубе пополам. Что это такое? А это ветровая мощность, которую мы ввели в самом начале. Мощность ветра, набегающего на диск. И здесь остается вот такой множитель. В нем я через ε обозначил отношение скоростей. V1 начальная скорость, V2 конечная скорость. Ну вот это скобочка. 1 плюс ε на 1 минус ε в квадрате пополам. И вот это и есть коэффициент, который показывает, какую долю энергии мы отбираем у энергии ветра в этой идеальной модели при том или ином соотношении скоростей V1 к V2. Наши выкладки подходят к концу. До сих пор я вас мучил. А алгебра и на уровне седьмого класса. Ну понятно, что здесь важна не алгебра, а физические соображения. Ну и теперь будет немножко математического анализа на уровне десятого класса. Значит вот наша функция, которая показывает зависимость от отношения скоростей от ε коэффициента преобразования. Ну надо найти при каком значении ε она достигает своего максимума. Значит мы ее дифференцируем, приравниваем производную нулю. Это простые упражнения. Получаем квадратное уравнение, я его не выписываю, решаем. Узнаем, что производная равна нулю, когда ε равно 1 трети. То есть выходная скорость в 3 раза меньше, чем входная. Ну подставляем эту 1 треть в нашу функцию f и узнаем, что она принимает при этом значение 16 27. Ну для техника естественнее это все перевести в десятичные дроби. Примерно 0,59 стало быть максимальный возможный выход по энергии составляет 59% от ветрового потока энергии через сечение нашего ветряка. И это и есть закон БЕЦа, ну и всех остальных, кто этот закон открыл. И давайте я все это еще раз зарисую на нашу схему. Итак, вот имеется ветряк, который заметает площадь s. Ну теперь мне скоростью удобно вот так переобозначить. Набегает воздух со скоростью v. Я теперь ее сюда отнесу. Скорость за ветряком в самом эффективной ситуации падает до 1 трети от этой скорости. А на самом ветряке она составляет 2 третих. Ну мы уже вводили обозначение. Мощность ветра, протекающего через сечение s. ρsv в кубе пополам. И теперь введем максимальную мощность, которую можно отнять у ветра ветряком такого сечения. Она составляет 59% от соответствующей мощности ветра. Это и есть закон БЕЦа. Итак, максимально возможный коэффициент отъема энергии у воздушного потока составляет 0,59. Но каким образом достичь этого коэффициента и даже приблизиться к нему, теория Жуковского БЕЦа об этом ничего не говорит. Она слишком примитивна. А чтобы разобраться с этим вопросом, надо уже рассматривать конкретное устройство лопастей. Ну и об этом мы поговорим в одном из следующих роликов. Хотя и сейчас уже можно намекнуть, куда будет идти это движение. В теории Жуковского БЕЦа считалось, что поток является ламинарным и перед ротором, и за ним. А в реальности, как мы знаем, за ротором поток, конечно, является турбулентным. И задача поэтому состоит в том, чтобы уменьшить эту турбулентность по возможности максимально. И чего же добились теоретики, экспериментаторы, инженеры в своей совместной работе? У современных ветряков коэффициент отъема энергии у воздушного потока составляет 0,5. Это 85% от максимально возможного коэффициента 0,59. Весьма и весьма солидное достижение. И теперь я хочу предложить вам задачку для самостоятельных расчетов. Часть первая. Допустим, что мы имеем дело с ветряком, длина лопасти которого составляет 50 метров. И на этот ветряк набегает ветер со скоростью 10 метров в секунду. Спрашивается, какова будет мощность такой установки? И часть вторая. Когда вы узнаете мощность, попробуйте узнать, сколько домохозяйств, подобных вашему, можно от этой установки запитать. Для этого надо посмотреть, какие там у вас киловатт-часы набегают за месяц. Поделить их на число часов в месяц, вы узнаете ваше среднее потребление в киловаттах. И надо посмотреть, сравнить его с тем, что вырабатывает ветряк. Попробуйте это сделать. Это любопытное упражнение, чтобы, так сказать, оценить, что же это за установки, которые работают на энергии ветра. Сделайте, напишите это в комментариях к этому ролику на ютубе. Там же можно задавать вопросы, суждения высказывать. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!